Где-то здесь был удар, и его просто заторвало это колесо. ДИМА! Черт! У нас отлигнул гидровую сеть руля. Половина колеса не отмываю в детстве. Папа, я хочу добавить! Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Смылов и Лежевия. Собственно, это стажер. Стажер, неси! Канат! Канат? Да. Зачем канат? Как, зачем? Вон дерево, будем тебя встёркивать. А что ты смеешься? Он же за рулём был. Если вы не понимаете, что происходит, посмотрите предыдущий видеоролик. Стажер накосячил по самое небалуй. Стажер взял и оторвал колесо. То есть, блин, я всё могу понять. Я всё могу понять. Перегреть автомобиль, залить свечи, да что угодно, черт возьми. Но оторвать колесо, блин, порвать кардан, заклинить раздатку, да что угодно. Но оторвать колесо в лесу. Причём, ладно бы, около базы или недалеко от базы, но нет. Прям посередине. Прям посередине леса. А у нас сколько километров было? Километров 15, может быть. Вот ты, 7,5. Мины проехали мы с тобой, и ты вот тут вот встрял, понимаешь? У нас около часа до заката. Да даже меньше. Но суть-то не в этом. Суть в том, что мы остались здесь одни в лесу. Ау! Некого здесь нет. Потому что мы попросили, как бы, ребят, нам подсобить, помочь. Потому что здесь либо шпильки, либо ступицы нужна новая. По-другому это никак. Потому что шпильки просто все пять штук взяло и срезало. Это единственный вариант привезти сюда просто новую запчасть. Только тогда и только в таком случае мы сможем отсюда выбраться. И сейчас нам ничего не остается, кроме как просто ждать того, что к нам привезут запчасть. И мы ее поменяем. Еще есть интересный факт, что оператору этой ночью нужно уже быть на паровозе в 6 утра, короче. Раньше. Да? 5.30, да. 5.30? 5.30, да. Ну, 6-5.30 плюс-минус. И мы примерно посчитали в 2 часа ночи, мы нужны пешком отсюда уходить на трассу, ловить по воде. Чтобы успевать. Да, если мы не успеваем подчиниться до двух, то в 2 часа оператор идет, он в том направлении и встратый. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы тут все запачкались, как бы лучше уж успеть на паровоз, чем, знаешь, это, переживать то, что ты грязненький. Такая ситуация. Перед паровозом надо успеть домой взять паспорт, потому что не пустят иначе на паровоз. А что, у тебя нет с собой паспорта? А что, зачем я его на бездорожье с собой тут искать? Тогда в полвторого ночи надо выходить. Так, тогда мы рассчитывали, чтобы сразу на паровоз. Это сразу полвторого уже. То есть тик-так, тик-так, тик-так. Так, ну, пойдемте кушать. Жарко. Да кому жарко всякая фигня летит в лицо? Короче, вариантов обогреваться нет, потому что бензин сжечь не стали. И вот греемся только у костра, это единственный вариант. Кушать по лобку. Короче, шутки шутками, друзья. А становится холоднее. Становится холоднее и темнее. И как бы надо бы, это, дрова запасать. А у нас, как говорится, ни топора, ни этого. Не помню, что там похабное говорится. Ни топора, ни чего-то другого еще. Вот. Поэтому приходится выбирать вот среди вот этого всего гнилья что-то более-менее пригодное для жизни. А еще клещи. Начинается рубрика выживания. О, да. Я нашел это. Тут дятел будет. Это дятел? Явно. Я думал, у меня стажер дятел. Ну, это-то безусловно. Где он, кстати? Да куда я знаю, улетел? Короче, уже конкретно так темнее, на самом деле. Но, слава богу, мы оказались не один. Никто нас не бросил. Половина ребят, которые с нами... Ну, не половина, но треть-то точно, наверное, ребят, которые с нами ездили, решили, что, ну, раз Виа поломался, а что-б нам не поугарать? И присидеть, да? И более еще и постер развелить. В принципе, вообще, похуй не что-то. У нас прекрасная атмосфера и веселье. Понятное дело, да? А у нас-то как бы проблемы насущные, да? И как бы вот нам вроде бы как уже должны привезти ступицу. И нам сказали, что можно ее, в принципе, заранее сейчас снять. Чтобы... Нет, там есть поменьше. Там есть поменьше точно шестигранник. Вот, тут же барабан мертв. Потом бы его... О, не потерять. Так. Вот так вот. Это в сторонку, потому что барабан-то лишь нужно, а то ступицу закину, то барабан забудут. Опа, вон, там уже что-то крутится. Ну, нифига себе. Я сказал, я вот ни одной гайки не выкручу принципиально. Потому что стажер накосячил, стажер будет ремонтировать. Был бы мой косяк, я бы сидел тут, потел бы это. А я пофигой. Мне никуда не надо, это у оператора паровоз. Мне тоже никуда не надо. Ну, вот будем сидеть здесь всю ночь с тобой. Он пешком уйдет в два ночи, а мы будем сидеть до утра. Потому что буханка, извините меня, у нас одна. Ну, у нас извиня, ну, такая-то одна. Все ее любят, подписчики ее любят, мы ее любим. Вот. Кстати говоря, вот это, вот это, вот это вот загнул тоже стажер. Вот это пинанул. Здесь был ровненький кружочек, ты ее пинанул сегодня. Ну, вот. То есть я ее ногой пинанул, наверное? Да я и сказал бы, чем ты ее пинанул. Да тебя этот, этот... Леший. Леший хватит. Есть перчатки, но нет вам? Конечно, конечно, перчатки у нас точно есть. Вот чего-чего, а перчатки у нас есть. Держи, старина. Ты вообще напрягай вот этого, пусть он работает. Молоток-то есть? Молоток я, да, молоток у вас есть. А этот, как его? Дубила нету? Дубила нету. Папа, лезь, Дмитрий. Ой, падать тут не надо. Почему здесь падать не надо? Я тебе и покажу, почему здесь падать не надо. Вот так вот. Лак, 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 лак. Выпрыгивай, ты мне скажи одно слово. Выпрыгивай давай, молоток тащи. Ты мне скажи, тебе хотя бы стыдно? Понятно, что стыдно? Ага, ага. По твоему лицу я так и вижу, как тебе стыдно. Ночь уже. Стыдно, когда видно, да? Так видно, видно. Колесо лежит рядом, его оторвало. Жалко, что не засняли, да, оператор, блин? Типец, в этот момент выключили камеру, потому что вот, этот прекрасный момент, он его так хорошо прошел, так хорошо прошел. Так никто не думал, что вот здесь по прямой просто... Тур-тур-тур-тур-тур-тур. Здесь где-то был удар, и это... Вот где-где, ну вот удар. Ну, наверное, да. Где-то здесь был удар, и его просто наторвало это колесо. Еще. Дальше едем. Вот это вот проблема. Мы ее обнаружили, да? Не знаю, надо посмотри, наверное, чтобы уже видно было, или вида там на камере, нет? Нифига не видно. Короче, да, колесо спускают. Но это решаемо, в принципе. Это, в принципе, решаемо. Ну и вообще на таком колесе тоже можно доехать. Главное, чтобы оно прицеплено, блин, было. И еще, Димка, давай это, собирай, протягивай все остальные. А что ты смеешься? Протягивай давай. А что не смеяться? Ну ты протягивай и смейся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, вот теперь я вижу. Скорее, это наше спасение, когда придем. Правда, сейчас им тоже нужно будет приобретать все те, что ты был. Вот, реально, как бы, в десятый час, получается, точно успеваешь до своей пары в волос? Блин, а? Вон, 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 свет, реально, я думаю, мужики. Причем, я реально, вот мужики, ой, Свет, ой, Свет, но я че, я знаю, что Жора с оператором начнут опять разводить, и я такой, ха-ха-ха-ха-ха-ха, и фоффины получился. Ладно, вот, теперь-то я вижу, что удобно. Так, 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 это получается квадроциклы, это Ромыч едет со ступицей и, надеюсь, с инструментом. Все, это значит, это значит, мы просто сейчас перекидываем ступицу, на эту новую ступицу ставим колесо, надеюсь, с гайками. Если нету гаек, мы с каждого колеса скрутим по гайке, иди отсюда. И это, и поедем дальше. Точнее, обратно, скорее всего, потому что, говорят, дальше там еще жестче, потому что они поехали в том направлении, и мы ждали их несколько часов. Намного дольше, чем мы планировали. Короче, так, что вперед, не факт, что мы сможем проехать. Тем более, у такие шапки. Никакого дополнительного освещения, только стационарное. А стажер мне говорил, купи, 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 а я зажрал. Я зажал, и как бы, как мы сейчас в абсолютной тенотепе едем, потому что, скорее всего, мы нафиг замочили эти лампы, потом не стояли. Так, оператор, скажи, что на камере светлее гораздо, чем в реальности. Привет, Рома. Сейчас Рома себя останет. О, фонари. О, спасательная операция, мужики. Идемте ставить ступицу. А ты, что ты, блин, нафига ты подписчикам обманываешь? Покажи, как по факту темно-то уже, алло. Вот так вот, по факту показывай, как темно сейчас. По факту где-то вот так. Ну вот и все, вот и все. Дай настройки обратно выкручу и... И идемте устанавливать ступицу. Отвертку мы уже там пытались, вот какую-то, дай типа зубило отвертку. Вот, короче... Стажер? Че? Да, стажеры. Стажеры просто дают. Стажеры вызывают. Не, не будет магнитной рыбалочки. А как обычно, калуна да сплошная и цирк только, а? Там два уазика, смотри. Здесь Дэн и еще один нет. Дэн таки не подчинился, да? Нет, еще разобранный ступицу, нет. Да ладно. Ну вот, стажер видно работу над ошибками делает. Долгий, извините. Оказывается, не мы одни потерялись в лесу. Оказывается, там порядка трех автомобилей. Так, нам нужна смазка под названием «Литол». Это не смазка. Это... О! Тоже запчасти, могла бы пригодиться. Вот. Это похоже на «Литол». Мы сначала должны смазать, прежде чем, ну, все совершать. Потому что там постоянно все крутится. Место такое, очень капризное у уазиков. Поэтому там все должно быть обильно смазано. Хайджек сломался еще. Ничего не смазка. Короче, все еще двигается, надо смазывать. Сначала у нас домкрат отказался работать. Потому что там пружинка не ходила. Сейчас мы поддомкратим на максимум. На передаче, да, этим? Да. Драндулет. А что это, если на драндулет? Аквариум. На туре вон там. Как мы сейчас обратно поедем? Смотрите, ламп-то нету, можно сказать. Все, приехали. Ехать некуда. А ты что это? Стажир, хватит стоять, лыбу давить. Лопату доставай. Вон там копай. Да бывает. Под колесо копай. Ты что думаешь? Под колесо копай. Потому что история там вообще грустная на самом деле. Я не уверен, что это еще и конец. Потому что фиг его знает. Ладно, шпильки срезала. А что если там еще полуось повреждена? Там шухварня что-нибудь. Это еще надо смотреть, поедем ли мы после установки колеса. Так что фиг его знает. Ну все. Дядя Слава сказал, да? Да. Ну все, это да. Позору ноль. Пиджек не выдержал. А, да. Все упал. Ну ничего страшного. Что еще вот сюда зацепить? Снег-нявки как бы. Сейчас все снова сделаем. Подняли еще раз. Сейчас. Будем ставить. Так немножко подняло тут. Так. Даже высоковато подняло. Все. Давай я буду опускать. Ты говори, когда колесо накидывали будем. Колесо накидывайте. Конечно, у вас станции будут мешать. Ребят, не забывайте про это. Все там. Давай под дырком. Вот одна. Одна. А наступить, все закиньте. И там прокрутите уже на месте. Окей. Раз, два, три. Оп, оп, оп. Выше, выше, выше. Вот, все. Давай, давай. Вот, вот, вот. Пошли. Почти, почти. Красавцы. Выше надо. О, все, дома. Еще нужно установить стажеру. Ну, хотел, чтобы стажер все сам делал. Не получилось. Помогаем все равно все-таки. Мы команда, так или иначе, друзья. Всегда стараемся помогать тем более. Все встряли. Удивительно, что и мужики взрослые тоже нам помогают. В принципе, конечно, немножко усложняют процесс съемок. Но ничего страшного. Главное, что процесс ремонта ускоряют в целом. Хоть кто-то делом, кто-то советом. Короче, сейчас колесо мы установили. В принципе, это уже радует. Смотрите, ребята, вон оно. На месте, в принципе. Осталось только это все дело протянуть. И это. И можем уже спускать с хайджека. И, в принципе, можем уже как-то стараться двигаться дальше. Точнее, назад поедем. Потому что Ромыч вернулся и сказал, что в том направлении смысла ехать вообще нет. Там еще жестче. Но, опять же, сзади нас ждут тоже нифига не легкие испытания. Но, в целом, я думаю, мы с ними справимся. Возможно, мне придется слебедиться, конечно, снова. Потому что масса нашей буханки заставляет нас использовать лебедку. Не везде можем проскочить. Вот. Кто пернул? Ох, нифига у нас какой свет есть. Валим отсюда, ребята, короче. Сначала мы не заводились, я уже и сказал, что было. Так, что там налево, да, надо? Да, направо тоже можно. Направо тоже можно, да? Я думаю, да. Вообще ничего. Слушай, мы взлетели с левой? Да. Или он у нас? Или у нас пропускают? Ладно. Шесть, я ничего не вижу. Ребята, я просто не вижу куда ехать. Особенно мешает цель операции. Путь оказывается намного сложнее, чем Тарус на самом деле. Время от времени приходится нырять. Просто, если честно, у нас нету ни батареи, чтобы снимать энергию, да? Ну и особого сложности тоже нету. Потому что микрофоны у нас уже сели. И приходится очень сильно кричать и отвлекаться от дороги. А этого делать в данной ситуации ни в коем случае нельзя. У нас какое-то есть повреждение на стартере. И ему очень трудно заводить автомобиль. Поэтому каждый раз, когда мы лохнем, это риск остаться в этом лесу уже до утра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще по нулям не крутит на права. Налево. И налево тоже, блин. Кипец. Чёрт. У нас вот легнул гидровая сеть руля. Вот как не кстати. И фары. И фары, да. Фары у нас теперь тоже нету. Так, 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 так. Чё нам делать? Чё нам делать? Чё нам делать? Блин, вообще колёса никак не крутятся. Руль, рулевая века подключена. Вообще по нулям. А нет, ты же сейчас повернул. Да? А как ты сюда выехал-то? Ну да. Я не вижу, что... Ну они, короче, еле-еле крутятся. Так на месте, потому что. Может быть. Может быть, может быть. Может, походу движение будет по-другому. А может быть... Ну да, посмотрим, посмотрим. Короче, мы определили то, что в системе усилителя руля. Давай едем. У нас фар нет. У нас нету фар. У нас нету бура. Вообще, ладно, не было бы у нас бура, Я бы так этими выкрутился бы. Но нет. У нас нету бура. У нас нету бура. Жест! Мама, я хочу домой! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Чего? Ай! Стреляли? Сейчас, может быть, удастся показать, что на улице. И уронить бы телефон туда. Ну, блин, нет, не буду открывать, короче, там половины колеса нет, мы в воде стоим. Ну, поэтому, собственно, все испаряется. Чего? Давай, 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 сини. Чего? Давай, давай, давай. Что тут, что? Что там? А, давай еще чуть-чуть. Не, она покупает. Блядь, давай ее под рессором. Руль не поворачивается. Выгнал вот какую-то фигню и сейчас с помощью лебедки пробует ее вправить обратно. Ну, и, короче, после этого у вас горем пополам, пополам, тут реально уже язык заплетается, потому что столько горя хапнули. Мы доехали своим ходом, причем, по-моему, это впервые вообще в жизни, когда нам удалось выехать на буханке своим ходом из леса. Нам никто не помогал, даже без света. Свет, давайте пробежимся вообще, мы уже... А, тогда мы заблудились, точно. Ну, все, ну, короче, было жестко. Что у нас? Мы буханку уже, так скажем, немножко, мы ее просто привезли и немножко подремонтировали, поделали по возможности. Это тотал, аквариумы, это просто тотал, там теперь можно рыбок запускать. Реально не знаю, что с этим делать, скорее всего, лампам там хана. Ну, и, короче... Они, по-моему, лопнули, нет? О, да, в натуре слушаю. Ну-ка открути, охота посмотреть. Так я думал, ты инструмент какой-то принесешь. А как, так-то там резьба, так надо откручивать. Давай тогда вместе. А может, в другую сторону? Не, нифига. Люфт, это нормально. Короче, фиг с ним, лопнули и ломпнули. Короче, со светом надо что-то делать. А это целое. Со светом надо делать, ламп у нас теперь нету, это стопудово. Расскажи, как мы ехали на свет. Так надо показать. Там же было видно это? Не знаю. Ну, там не было свет, это просто было трэш. Мы ориентировались только на фары тех, кто спереди как-то ехал. По-моему, там точно есть кадры. Мы ничего никогда не видели, это было очень страшно. Вот так вот мы ехали. Да. Мы светили себе, потому что в лесу-то ведь вообще ничего не видно. Мы светили дорогу себе вот этой аварийкой. Снимать там уже возможности не было, все было в грязи, все было во мраке. И было очень страшно. Что у нас? Лебедка, скорее всего, отправляется в капремонт. Ну, по крайней мере, не механическая ее часть, а электрическая точно. И вот этот декор прекрасный. Это тоже надо все заменять, ремонтировать. Не знаю, в какую-то коробку нужно переместить электронику. Вот этот момент мы исправили, на чем мы закончили, в принципе. Это больше не повторится, это больше беспокоить не будет. Нам нужен свет, да. Теперь это не просто такая кривая балка, она усилена арматурой. То есть история довольно мощная стала. Больше таких проблем с поворотами у нас не будет. Нам предстоит жидкости менять, скорее всего, во всех агрегатах. По крайней мере, в переднем мосту и в двигателе точно. Остальные еще под вопросом. Непонятно, были они под водой или нет. Задний мост тоже надо менять. Почему? Он тоже в воде был, когда мы утопили машину. А, ну да, так-то я вспоминаю фотографию, там реально. Короче, сколько затрат? Почитаем. Привезти, увезти машину туда, это 5000 рублей нам обошелся эвакуатор. Плюс замена масел, мы их сами будем менять? Скорее всего, да, тут ничего сложного в этом нету. Ну да. Но у меня вон есть они, в мосты у меня есть. Надо только трансмиссионку купить. В раздатке еще надо масло менять. Ну, может быть, даже мы что-то из 10W40 наскребем на двигатель. Может быть, там 5 литров наскребем. Но еще нам нужно купить промывочное. Короче, рублей 5 заложим на масло нехватающее. Это если у нас реально. А если нет ничего, то это рублей 7-8. Наверное, так. Если что-то есть наскребем, это рублей 4-5. Смотри, где покупать. На промывку. Потом, в целом, все. Вот так вот. Свет? А свет мне подарили на день рождения, оказывается. Мне ребята подарили на мой 22 апреля сертификаты по полторахе. То есть, 2 сертификата по полтора рубля. Я их решил потратить. Купил, короче, такую. Судиводную балку. Установим скоро. Ну, это получается. Нисколько по затратам. Это, конечно, пора будем решить бы. Не охота с аквариума им ездить. Да, они испарятся. Ну, может быть. А так, именно по финансовым затратам, это, конечно, не так уж и много выхода. То есть, 5 тысяч рублей. Ну, короче, десятка денег округлим плюс-минус. Прилично, ощутимо, да. Но могло быть хуже. Мы могли движок положить. Мы прям были на грани того, чтобы положить двигатель. Нам просто повезло. Мы думаем, еще с Димкой вот эту лебедку, может быть, даже чинить не будем. Так ее обслужим по мелочи. И поменяем их местами с белой буханкой. Потому что лебедка мощнее и лучше. Она мощнее, лучше и почти не эксплуатируется там. А здесь, как бы, она бы по назначению использовалась. И потом ее защитим каким-нибудь защитным каркасом. Ну, как бы тут, собственно, сделано. Такие же наварим. Вот. А в целом, больше никаких расходов мы не понесем. Ну, блин, вот есть неприятный момент. Пойдем тебе вам покажу. Что-то там у нас, вот, как бы, вот. Нам это совсем не понравилось. Ну, типа, да. Ребята немножко в себя поверили. Зачем-то так сделали. Ехали и толкали. Ехали и пинали, да, сюда. Причем несколько раз. Ладно, один раз там по приколу. И случайно. Но они прям много-много раз сюда прикладывались. Немного нам дверь помяли. Она теперь закрывается не так хорошо, как раньше. Это не дверь помяли. Это, смотри, видишь. А, ну да, вот. Сюда кузов ушел, зажал. Просто зажал. То есть, в принципе, это, конечно, правится. Но это не очень удобно. По той причине, что у нас там стоит швеллер. Кстати говоря, скорее всего. Давайте я вам покажу. Если бы не швеллер. Если бы не швеллер, у нас бы вот здесь вот такая бы вмятина была. Но благодаря швеллеру, спасибо, что он есть, да. В принципе, это можно починить. Потому что это усиленная часть буханки у нас получилась здесь. Ну вот, потеряли мы вот эту детальку. К сожалению, мы с эстажером ее устанавливали, делали. А она где-то осталась в лесу. Может быть, когда-нибудь найдем на магнитной рыбалке. Вот. Что еще, что еще? В целом-то как бы больше никаких проблем и нет. Там мы с Ромычем, он нам притащил деталь. Мы рассчитались сразу же. Ну как рассчитались? Там же мы ничего не сломали. У нас просто срезало шпильки. Как уже это выяснилось, как мы уже это объяснили. Мы просто Ромучу отдали деталь без шпилек. Он нам отдал деталь со шпильками. И теперь для нас есть урок. Что перед каждым выездом мы будем протягивать все четыре колеса. Ну вообще, да. Это как бы само собой разумеется. А знаете, что он мне сказал? Он говорит, а я не знал, что колеса надо протягивать. Я думал, ну отпадет и отпадет, обратно прикручу. А в итоге не просто так это оказалось. Я думал, реально, ну открутятся гайки. Открутятся, что обратно прикрутим. А их срезает, оказывается. Вообще, на самом деле, все протягивать надо еще. Мы обнаружили всякие мелочи, которые... Раздатка болтается. Карданы болтаются. В общем, все до каждой гаечки. А перед выездом мы с ним шутили. А сколько будет стоить, если отдать машину в сервис и протянуть каждую гаечку и каждый болтик? Вот и узнаем. Кого? Какой сервис? Сколько времени это займет у стажера? Вот какой вопрос. Короче, в принципе, самое главное, что все нормально. Выезд состоялся, несмотря на сложности, психические нагрузки и все остальное. А по расходу бензина? Он стал намного меньше, да? Ну... Вообще намного. Ну да. По-моему, еще баклаха 20 литров осталась, да? Да. То есть мы 60 литров всего лишь сожгли за выезд. И то, как бы, могли бы... Если бы я не полез в эту воду, я думаю, вообще бы ничего не было. Если бы не захотелось почувствовать себя амфибией... Первый раз проехали, так и второй проедем, что бы не это. Ну, скорее, я почувствовал себя не амфибией, я почувствовал себя топором. И потом рыбкой в аквариуме. Вот. Ну, а в целом все ништяк. То есть, как бы, на самом деле... Если бы даже не та вода, то мы вообще мало бы кровью бы отделались. У нас была бы проблема только с этим светом. Ну, и, не знаю, оторвало бы, не оторвало колесо. Нет, если бы ты не заехал в воду, у нас не было бы проблем со светом. Ну, я и говорю. Ну, все тогда. Ну, колесо-то ты оторвал, в любом случае. Ну, колесо оторвал и оторвал. Сделали ведь? Ну, как сделали? Ведяное открутило под водой. Все, короче, из-за меня, из-за воды. Ладно, ребят, надеюсь, вам ролик понравился. Вы полюбите бездорожье и попросите еще, если мы наберем 20 тысяч лайков под этим роликом. И под тем тоже. Тогда это мы... Какой же робота на бездорожье отправил? Направим? Почему нет? Если комментариев таких будет много, обязательно отправим. А ты проплывешь с ним по озеру? Легко вообще. Так что ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят регулярно для вас на канале жизни. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...